Всем привет! Очередная распаковка. Эта посылка шла почтой Швеции. Это почта Сингапура. Ну и маленькие посылки почтой Китая. В очередной раз убеждаюсь, что почта Сингапура намного лучше. Почта Швеции занимает более 30 дней. Ну или около того. А это около 15-20. Начнем с маленьких посылок в этот раз. Естественно, все подписано. Здесь пишется memory card. Значит, здесь карта памяти лежит. Посмотрим. Вот просто одна карта памяти без всяких переходников на 16 гигабайт, 10 класс. Я ее уже попозже проверю. По поводу того, насколько она хороша и реальный 16 гигабайт. А, вот оно. Подарок просто валяется. Вот так вот. Так, это что у нас? Это в компьютер USB подключается. Ну и вот это переходничок для microSD в комплекте. Дальше вот эту посылку смотрим. Здесь уже явно видно, что монопод. Здесь написано Photo Studio Accessoire. Да, для фотостудии. Здесь обычный монопод. Китайский. Даже у него модель есть, оказывается. Как всегда, немного помнется. Почта Китая, она не особо бережно работает с посылочками. Монопод. О, здесь даже разные цвета есть. Вот можете посмотреть, какие цвета этих моноподов бывают. Полезная вещь. Это у меня все спрашивают, какие цвета этого монопода. Я говорю, много. Просто много цветов. Как он идет запечатан. Без пакетика даже. Просто валяющийся монопод. Не очень мне такие моноподы нравятся. Я первое время попользовался. Понял, что ни фонтана не по качеству. И уже начал заказывать фирменные. Ну, вы видели у меня в распечатках вот такой вот большой монопод. С зажимами. Стоит уже за него переплатить в два раза. Он намного лучше. Так, дальше остались у нас только большие посылки. Начнем поочередно. Так. То есть, здесь у нас, если честно, даже сам понятия не имею, что это пришло. По трек-номеру не смотрел, что это. Вот только знаю, что почта Сингапура все дошло примерно за 9,15-20. Наконец-то. Это он. Это он. Планшет. Теклэст. Текласс. 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 Типот. 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 Ну, в общем, я не знаю, что это за модель. Вначале просто распечатаю, а потом посмотрю, что это в планшет. Так, 1 гигабайт оперативы, Mali-450, MTK-8392. В общем, если вам это о чем-то говорит. Все равно на него будет у меня обзор, я вам подробно расскажу про его характеристики, стоит ли его покупать. Стоит он в районе 100 долларов, как и обычно вещи, которые я покупаю. Выглядит здоровски. Люблю вообще белый цвет, он симпатичный. А, вот сзади модель есть P73G. В общем, кому интересно, забейте в интернете. 8 гигабайт памяти у него. Посмотрим, включается ли. Включается даже вот китайское приветствие какое-то. Здесь написано, наверное, привет, мой русский друг. На китайском только. Ну, в общем, он пока грузится. Посмотрим, что еще в комплекте есть. Пленочка была бы какая-то, было бы хорошо. А пленочки, походу, никакой нет. Вот такая вот модная зарядочка. Насколько? И не пишется на 2 ампера. Это что такое? О, прикольно. Это... Забыл, как называется. ОТГ кабель. Это для зарядки кабель. Здесь что, гарантия должна быть? Да, это гарантийный талон. Вижу по китайской надписи. Вот написано гарантия. И сзади даже какие-то печати. Ну и мануал на китайском. На китайском. На китайском. Все на китайском. Ну ладно. Русский человек и без мануалов разберется. Так, планшет пока запускается. Пусть он запускается. Я пока посмотрю, что там в других посылках. Стола не хватает. Скоро надо будет стол побольше. Так, что у нас здесь? Такой пакет мусорный. А в мусорном пакете пупырка. А в пупырке... А в пупырке экшн-камера. Чего и следовало ожидать. Что здесь еще могло быть? Не, не хочет вылазить. Надо было уже нормальное употребить. Мучаюсь. Так, желтое. Ага, это V8. Вот здесь даже написано ручкой V8. И Aiken V8. И Aiken. Сейчас мы ее проверим на наличие включения. Включается ли она Wi-Fi. Aiken V8 вроде бы других и не бывает. Так. Попадай. О, она включилась. Я ее даже не успел достать. Ну, отлично. В общем, вот она включается. Все хорошо. О, посмотрите, какие здесь кнопки другие. Видите? Вообще другие. Это что-то за новая партия непонятная. Другие кнопки более широкие. Легко нажимаются. Надо будет кейс проверить на водонепроницаемость. Потому что эти кнопки слишком легко нажимаются. Что она говорит? Ну, как обычно, версия прошивки стандартная. Ну, в общем, быстро, сильно спешит. Тут с портком 8 будет прошивка. А вот кейс водонепроницаемый какой-то прям необычный. Интересный, желтый. Ну, хорошо. Посмотрим ее потом поподробнее. А пока дальше. Так, здесь тоже экшн-камера. Я их уже нюхом чую. Но это уже поприятнее. SJCAM. Так, внутри больше ничего нет. Не положили мне никаких подарков китайцы. SJCAM. Посмотрим, что здесь внутри. Бывает на VIOF какие-то подарочки положат. Очень приятные. А вот они есть. Я уже вижу издалека. Карта памяти. Отлично. Вот, в общем, кому-то очень сильно повезет. Карта памяти на 8 гигабайт. Сама камера. Вот такая вот. Светом прикольная синяя. Выпирающий аккумулятор. Очень сильно выпирает. Странно. Ну-ка, давайте мы его откроем. А, это изогнутая крышечка немножко. Ну, ничего страшного. Это мелочи. Сейчас включим саму камерку. SJCAM. Ну, в общем, все здесь как обычно. Даже неинтересно эти камеры рассматривать. Посмотрим, какая версия прошивки. Ну, вот такая 2014-10-28. SJCAM фирма. Ну, оно, в принципе, и видно, что SJCAM. Вот такие дела. И последнее. Главное не поперепутывать, что откуда. Вот это посылка, которая шла почтой из Швеции. Больше не буду брать этой почтой. Слишком долго идут посылки. Оно пока до Швеции дойдет. Потом пока ко мне дойдет. В общем, это выходит слишком долго. Надо брать уже либо просто почту Китая. А лучше почту Сингапура. Не пожалеть. Переплатить этих пару долларов. И взять этой почтой. Что это у нас? SJ5000+. У нас здесь прикольно. Здесь наклеечка и заклеена. И здесь с наклеечкой фирменной заклеена. Даже открывать неохота. Так красиво закрыли. Но придется. Сейчас мы так аккуратненько скроем. Одна есть. Чуть-чуть порезал. Ничего страшного. Приложили. Здесь фирменный аккумулятор SJCAM. Вот такой. Сама камера. Кстати, заметил, что боксы везде не до конца закрываются. Не совсем плотно. Вот здесь тоже зазорчик небольшой есть. Не знаю, видно ли на камеру. Но это не принципиально. Хотя я ее не тестировал на большой глубине. Там метра два всего лишь в воде было. Надо будет потестировать. Черная SJ5000+. Ничего особо интересного. Думаю, пришла с прошивкой 2.1. И, как всегда, перепрошью на улучшенную русскую прошивку. А, она разряжена. Жаль, жаль. Не получится посмотреть. Так, что там говорит наш планшет? Запустился ли он? Да, планшет запустился. Так, эту лампочку мы выключим. И теперь будет лучше видно. Нас приветствует очень китайское меню с китайскими иероглифами. Возможно, придется его перепрошивать, чтобы не было китайщины. Нажимаю на домик. Это его рабочий стол, что ли? Где его рабочий стол? Вот такой у него рабочий стол, представляете? Нет рабочего стола. Наверное, придется какой-то графический редактор. Графический интерфейс другой поставить. Ну, в общем, тест на этот планшет вы увидите. Мне он понравился по характеристикам, по цене. В принципе, неплохой. Я его поиспользую. И потом в обзоре вам про него все подробно расскажу. Камера не включилась. Ладно, всем спасибо за просмотр. Это была всего лишь распаковка. Смотрите мой канал. Будет много интересного. Пока. Пока.